Всех приветствую! Сегодня посмотрим второй прогноз для ДЕВ на июнь 2024 года. Перед раскладом сделано небольшое объявление и просьбу, если постоянные мои зрители, новые зрители смотрят меня не на Дзен-платформе, приглашаю вас к просмотру видео именно на платформу Дзен, потому что сейчас появилась возможность монетизации канала, монетизации контента. И я думаю, что все знают, что за просмотр видео монетизированного канала авторы получают вознаграждение от той платформы, на которой они эти видео выкладывают. Поэтому, собственно говоря, от вас ничего не требуется, кроме того, как смотреть видео именно на Дзен. И это будет благодарность от вас за мои видео, за мою работу. Итак, давайте посмотрим, что ожидает ДЕВ в июне 2024 года. Основной фон месяца. Работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь, события. Важные либо люди, существенно влияющие на вашу жизнь, загаданный период и подсказка от Оракула. Основной фон месяца. Карта суда, глобальные изменения, перерождение, обновление, может быть, возобновление чего-то старого. В общем, изменения существенные, глобальные. Одним так словом не назовешь, надо уже смотреть связки по сферам жизни. Перемены. Может быть, принятие судьбоносных решений важных. Работа, карьера. Паш Пентакли. Вот здесь, в сочетании с картой суда, я бы сказала так, что вам хотелось бы вырасти до новой должности, до какого-то более высокооплачиваемого места. Но вот сейчас как-то, знаете, все-таки карта суда, я вижу, что я вижу это как препятствие. Вот я не знаю, сказала про перемены, но вот не те сейчас обстоятельства, условия для того, чтобы развиваться. Паш Пентакли не дает движения. Это желание, желание расти, вырасти, это интерес, желание продвигаться, но вот что-то не то. Если это поиск новой работы, это, ну, скажем, не совсем то, что вы хотели, но с чего-то надо начинать, да, потому что надо понимать, что, например, новичкам надо набираться опыта, там, стажа, да, чтобы их приняли на какое-то более интересное, престижное кого-то место работы, да. Вот здесь, это карта пажа, ученика, начинаний. Если вы опытный человек, опытный сотрудник, говорит карта о том, что в вашем коллективе может появиться новичок, которому вы можете стать наставником, либо эта карта характеризует вас как новичка, да. Может быть, даже если у вас большой опыт работы, вы перешли в новую сферу, где вы раньше еще не работали, там вы оказались новичком. То есть это вот карта вникать во что-то новое, в порядок, организации, ведение дел, изучение, да, там, что там, дело производства, вообще вникать во все, вникать, изучать. Но эта карта говорит о том, что есть интерес. И вот эта вот карта суда, она как бы имеет такое определенное давление о том, что вам позволено ровно столько, сколько позволено. То есть вам, да, вот сколько вам дали, вот дали вам вот эту папку дело разбирать, вот вы ее и разбираете. А вам вот что-то где-то туда интересно, или вам, может быть, это неинтересно, чем вы другим хотели заняться. Ну нет, вот карта суда, она вот как-то вот, я вижу ее здесь как некое ограничение почему-то. Ну пока вот развития нет, хотя есть ваши, есть интерес, проявляете интерес к чему-то новому, это уже хорошо. Это, в принципе, вот может положить основу в будущем, да, вот этим будущим изменениям. То есть надо начать, надо с чего-то начать, и тогда вот, скорее всего, в будущем будут вот эти вот изменения. Но это прям, знаете, не на месяц уже, это что-то более глобальное туда. Вот карта все-таки говорит, что с чего-то надо начинать, чтобы потом оно принесло свои результаты, плоды, да, уже как поработаете, так вот вам и воздастся. Опять же, может быть, как совет, да, если кто-то там хотел по-легкому, попивая кофеек потихонечку там, да, чтобы само случилось. Нет, карта суда говорит именно, что надо это заслужить, надо начинать, надо работать, надо делать, ну, здесь вот так. Давайте посмотрим финансы и имущества. Карта пятерка Пентаклий. Здесь, если связывать эту карту с оплатой труда, конкретно по работе, говорит о том, что у вас здесь разочарование в том, что вы планировали, что будете зарабатывать больше. Особенно характерно для тех, кто, опять же, новичок, да, кто-то вступил в новую должность, пришел на новое место работы. Вот эта карта прямо по суду говорит, вот обещали одно, а заплатили другое, да, или вот я надеялась или надеялась на какие-то бонусы, а вот все оказалось иначе. Вот, то есть эта карта говорит о том, что присуще некое разочарование, либо, да, обещали премию заплатить, не заплатили, либо что-то там еще, ну, вот, либо сроки там, да, позже, позже, чем вот вы рассчитывали. В любом случае, это вот не оправдались надежды по финансовой части. Еще, если не связывать это там с заработной платой, это, например, ожидание какой-то покупки важной для вас. Ну, действительно, важное по суду, это может быть что-то глобальное, но вот не получилось, да, вот там или денег не хватило, или что-то там еще. Опять еще конкретнее, да, это ожидание каких-то выплат после судебных решений, которые, вероятно, не в вашу пользу сложились, либо опять какие-то проволочки, задержки, да, не вовремя выплаченные средства, не вовремя полученные деньги. То есть по карте, по этой карте можно сказать, что вы и не получите денег, каких вы ожидали, либо вы получите, но с какими-то, но опять, да, с какими-то нарушениями сроков, препятствиями, задержками и так далее. Либо может сложиться ситуация, по которой вам придется как буквально свои имущества, финансы отстаивать по суду, так и, условно говоря, выясняя отношения с кем-либо, да, если это там родственник, сосед, коллега, еще кто-то, да, то есть вот разбираться, выяснять суд, это всегда столкновение интересов, выяснение отношений в финансовых и имущественных вопросах. Давайте посмотрим личную жизнь королевы Пентакли. А вот здесь вот более благоприятно это развернется. Это заключение брака долгожданного для девушки, женщины, потому что здесь это, конечно, говорят, что королева Пентакли – это карта супруги, либо это ваша супруга. Ну, что она говорит? О событиях она не говорит здесь, да. Здесь вот эта карта-сигнификатор. Вас, если вы женщина, то есть это означает, что вы либо вот вам могут сделать предложение, да, вступить в законный брак, то есть может здесь исполниться ваше, ну, конечно, не для всех, для кого-то, ваша мечта, ваше желание. Для мужчин это ваша любимая женщина, ваша супруга, либо та женщина, которой вы вот-вот-вот сделаете предложение или уже сделали. То есть она для вас главная фигура в этой личной, в сфере личной жизни для вас, да, и вот фокус внимания на ней, если это ваше любимое, на вас, если вы сама эта женщина. Кстати говоря, королева Пентакли – земная стихия, к которой девы и относятся. Ну, что здесь еще? Для тех, кто не в паре, ну, это стремление. Стремление быть в браке, быть в паре – это желание у мужчин, сформировавшиеся, которые… Знаете, может быть, после пересмотра, опять, суд – это что-то такое глобальное, это могут быть мысли, перестройка мыслей, да, от холостяцкой жизни или там незамужней, в понимании того, что вот пора вступать в брак, вот могут появиться такие мысли. Для вас, потому что здесь и суд, и Пентакли вы, королева, все здесь говорит о законных отношениях, ну, или, по крайней мере, о серьезных, стабильных отношениях. Давайте посмотрим, что рядом с вами. Ну, какие-то, знаете, интересные могут быть новости, события, может быть, что-то, какие-то события интересные или новости, которые вас заинтересуют, но особо они на вас не повлияют, да, вот что-то узнали, с кем-то поговорили, ну, и не более того. То есть эта карта, опять, пришло – ушло, послушал, почитал, посмотрел, порадовался и забыл. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну, здесь вот, потому что что-то более такое, своя жизнь больше волнует сейчас по суду, а здесь вокруг вас, ну, что-то там вроде как небезразлично вам, ну, и, в общем-то, и сказать особо нечего. Послушал и забыл, потому что своя рубашка ближе к телу. Своя жизнь сейчас важнее и интереснее. Давайте смотрим подсказку от Оракулы. Коммуникация, взаимодействие с людьми. Опять, высшие силы здесь. Коронная чакра показывается. Так, я и не вспомнила, в предыдущем раскладе тоже попадал у какого-то знака зодиака. Влияние высших сил на вашу жизнь и подчеркивает коммуникацию с людьми. Ну, вот смотрите, если относить, например, эти карты к сфере работы, она говорит, что вот, вот если, да, если вы здесь хотите развития, коммуникация, помощь, легкое общение, более дружелюбное, свободное, спокойное, то есть здесь на все ваши события существенно может повлиять взаимодействие с другими людьми, поиск связи. Но это, знаете, связи не... Нигде вы прямо ищите выгоду. Надо действительно показать вот себя открытым человеком. То есть если вы чего-то просите, то и вы должны помочь. Не искать вот сугубо такую личную выгоду какие-то, преследовать прям такие вот корыстные какие-то цели, интересы. Нет, здесь вот надо вот открываться в взаимодействии с людьми. И эта подсказка может касаться, в принципе, всех сфер вашей жизни. Как она у вас отыграется, сложно сказать, потому что... Ну вот еще здесь, знаете, есть вмешательство высших сил, как раз показывает. Или они, не то что вмешательство, они вот наблюдают за тем, как вы взаимодействуете с другими людьми. Не знаю даже, как вот, честно говоря, даже не буду голову ломать, как связать эту подсказку с сферами вашей жизни. Скорее, вы сами для себя поймете. Может быть, это как вариант, если я сказала, вы сильно погружены в себя, не упускать взаимодействия, общения с другими людьми, потому что в это время может судьба вам послать какого-то важного человека. Внезапно, неожиданно, да, в воздух. Это что-то такое, ну, как ветер, да, вдруг кого-то с ветром занесет в вашу жизнь. Этот человек может оказаться для вас важным. Только в комментариях, наверное, я от вас узнаю, как эта подсказка отыграется. Но очень такой интересный, неожиданно. Как-то вот не могу связать ее со всем раскладом. Значит, это будет какое-то такое отдельное, возможно, событие интересное. Вот такой расклад получился. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.